Продолжение следует... Его вот этот вот свет внутренний, он как раз и как-то людей делал несколько лучше. Мы жили другой жизнью, в отличие от других детей, которые не знали, что такое детский хор. Большой детский хор, как рупор, нес идеи добра, мира, дружбы. Для нас, для всех выпускников Большого детского хора, Большой детский хор всегда был прежде всего школой жизни. Вик Сергеевич создал этот коллектив в апреле 70-го года. Ну, конечно, ни один Вик Сергеевич, и много людей помогал. В частности, детская редакция радио и музыкальный редактор детской редакции Игорь Фёдоровна, вот они очень помогли создать этот хор. Потому что до этого момента в ГДР был прекрасный детский хор радио, руководитель Манфред Рост. В Болгарии был неделком руководитель хор радио, в Чехословакии тоже, в Румынии, ну, везде. Только у нас у меня было детского хора, такого государственного. Я, у Виктора Сергеевича, пел в хоре с детства всю жизнь. И был его учеником по дирижированию. Я его, вот, один из последних учеников. В те годы, в 70-м году, внимание власти тогдашней детскому творчеству, оно на гребне волны, и создали Большой детский хор, Костель-радио, который смог бы нести детское творчество в массы на высочайшем художественном уровне. И когда Виктор Сергеевич получил предложение создать Большой детский хор, к этому времени существовали великолепные коллективы детские. Существовал Локтевский ансамбль, интересный именно как ансамбль, где было и инструментальное направление, и танцевальное, и вокальное. Существовал хор Института художественного воспитания под руководством Соколова. То есть вот такие вот коллективы, они были. Что, собственно, получилось у Попова? Почему он дальше и как бы шире получилось? Потому что это было радио и телевидение. Если с другом вышел в путь, веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. То есть там была колоссальная поддержка, поддержка радио и телевидения и всего государства. Когда Большой детский хор появился, я думаю, что для Вик Сергеевича в этом был очень важный именно момент, такой вот воспитательный, педагогический, была возможность не только с теми детьми заниматься, которые пришли в этот хор, а через этих детей, через их великолепное хоровое воспитание и через то качество звучания, которое он сумел от них добиваться, воспитывать миллионы других детей. Голосом можно передавать все, что только ты не захочешь. Любые настроения, любые характеры. Рисовать голосом можно даже целые картины. И тот, кто из вас влечется пением, наверняка будет получать огромное удовольствие, потому что сам активно будет участвовать в творческом процессе. А это значит, наверняка, полюбит музыку на всю жизнь. Вообще хоровой музыке очень повезло. Именно этой, что ли, разновидности нашей культуры. Почему? Потому что сумели не прервать линию, которая шла еще с дореволюционных времен. И так случилось, что практически в методическом, музыкальном материале наших дореволюционных хоров стала развиваться и советская хоровая музыка. Хоровая культура, она объединяет. Я думаю, что в первую очередь. Опять же, это самый доступный способ заниматься искусством. Рояль не нужен, скрипка не нужна. Мольберт, краски не нужны. Садись и пой. Виктор Сергеевич очень много об этом говорил всегда. И ему принадлежат слова, что песня – это душа русского человека. Огромное количество песен. Песни «Реченька, кукушечка», «Душа поет, любуется, ты рябимушка», «Тоскует, печалится, радуется». Все это выражается в песне. Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова, который имя сейчас он носит, это хор так называемый самодеятельный или любительский. Об этом никто не знает, когда слышит этот коллектив. Тут занимаются дети, которые, может быть, и вообще не знают ни одной ноты, ни на фортепиано не умеют, а просто поют. Раз в них это есть, значит, и каждый ребенок тоже это может. И в детях появляется вот это ощущение собственной значимости, да, повышается самооценка, появляется стремление к чему-то более красивому, интересному. Это невероятно важно. Слава Ци. В 64-м этапе, да? Слава Дирижера, у кого. 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 Хор меня привела моя бабушка, которая по радио услышала о приеме большой детский хор. Она мне всегда говорила, Галя, с трех лет ты не закрывала рта, все время пела около телевизора, перенимала, переснимала все песни, эстрадные, не только. И, взяв меня за руку, отвела меня на Смоленскую, где мы прошли туры. Большой детский хор прием был очень серьезный. И говорили, что даже наплыв прослушивающихся был такой большой, что выстраивались очереди, которые нужно было контролировать чуть ли не конной милицией, поскольку она уже выходила на пределы проезжей части и мешала проходу людей, проезду автомобилей. Ну ладно, а ты какую песню будешь петь? Правильно. Правильно, барабанщика, только давай смело, громко. Хорошо? Давай. В первом туре сидели его хормистеры Татьяна Владимировна Анофриева и Ирина Игоревна Кулешова. Они подслушивали всех детей очень подробно. Вперед продвигались отряды. Во втором туре мы уже более тщательно все это слушали, слушали, слушали и отбирали на третий тур. А третий тур уже слушал сам Вик Сергеевич. А какую песню? У меня уже было музыкальное образование, и я пришла сразу в старшую группу хора без всяких туров, без всего. Я пришла... Солисты Таня Милехина и Олег Касьянов. Как сейчас помню, сидит в классе Татьяна Владимировна, и она мне говорит, а что вы будете петь? А я так сказала, я говорю, а можно я спою «Белеет ли в поле Пороша» про Алешу? Она говорит, да, какой репертуар. Я говорю, да это просто песня, я говорю, это не репертуар. В результате я спела, очень понравилось. ПОЕТ Мне пришлось младшая, средняя группа. А потом я прошел все, не будем называть. Конечно, это все придумал Попов. Он понимал, что не может старший хор петь хорошо, если нету поступенного развития ребенка. Нельзя нагрузить ребенка сразу тяжелым репертуаром, ни в коем случае. Старший хор поет, там, и тесситурна какая тяжелая, и гармонически тяжела. Значит, ребенок должен быть этим подготовлен. За всем этим стоит Вик Сергеевич. Вот эту всю систему разработал он. Понимаете, Вик Сергеевич же сам вышел из хора мальчиков. То есть весь этот путь он сам прошел. Он, как никто другой, понимал ребят, которые поют, понимал их психологию, понимал их трудности, их радости. Годился-то он в городе Бежецк, Тверской области, в 1934 году. И к 10 годам, к 1944 году, он остался фактически круглым сиротой. Потому что отец его умер совсем рано. Очень не любил Вик Сергеевич рассказывать про свое детство, поскольку, в общем, оно у него, видим, было довольно тяжелое. От него я узнал, что такое пить чай в приглядку, когда они всем каким-то коллективом, там, деревней, видимо, собирались, вешали один кусочек сахара, привязанный к потолку, вот столом, и вот так вот пили чай, приглядывая. Денег постоянно не хватало. Он пел на свадьбах, очевидно, в церкви тоже пел. Талант был. И как-то кто-то матери сказал, что ей трудно было его содержать, воспитывать. И ей сказали, что есть такой хоровой училищ в Москве с интернатом, куда берут талантливых детей. Она его привезла в Москву, его прослушивал свешников, и его приняли. Война, сирота, голод и все остальное. Кого-то, наверное, это ломает, а кто-то, пусть банально звучит, в этом закаляется, выходит уже в жизнь с четким пониманием, ориентирами, чего и как нужно делать. У Вик Сергеевича потрясающее было качество. Когда он общался в жизни по работе с большими, крупными музыкантами, он впитывал от них все. Он все впитал в себя с Вешниковской. Потом с Василогеновичем Соколовым работал. Потом он очень близко сотрудничал с Ерловым. И все эти три глыба Соколов, Срешников и Ерлов были вокруг Попова. Для многих все это могло бы пройти так. А Вик Сергеевич, наоборот, понимал, с кем он, и кто с ним, и он все впитывал. И вот это все, то, чего он сделал в Большом детском хоре, это вот результат того, в какой среде вот этих профессионалов он живет. Большой детский хор, это было его детище. Ему было интересно всегда что-то создать и смотреть, как твои идеи находят реализацию и удачную. И поэтому он этим занимался с большой любовью. Задача Виктора Сергеевича была быстро исполнять новые произведения. Будет темп такой. Приготовились, ну-ка, внимание. И он сумел опереться на очень интересных и очень тоже выученных хормистров. На Таню Ануфриву, Иру Калешову. То есть это его опора такая была, единомышленники. Слышали вы когда-нибудь эту мелодию? Знаете, что это такое или нет? Ну-ка, внимание. Вик Сергеевич нам полностью доверял. Он только нам так говорил. Так, значит, сделайте список, надо 9 первых сопранов, 7 вторых сопранов, 7 первых альтов, 4 вторых альта. Так, и все. И больше не вмешивался вообще. Раз. И каждый раз выучишь с детьми абсолютно все. Кажется, вот все, уже все. Приходит Вик Сергеевич, и вдруг он что-то добавляет, и созвучало произведение уже совершенно иначе. Его ученик, вот сейчас руководитель хоровой академии, вот Алексей Петров, он как-то действительно сказал очень здорово. Вот ему дети поют, пели. Они в нем просто души не чаяли. Они смотрели на него влюбленными глазами. У нас самодеятельный хор. Дети, они отдавали свободное время. И Вик Сергеевич всегда говорил, детям должно быть всегда интересно. По тому, что мы делаем, мы должны делать профессионально. Но по тому, как это делается, это должно делаться, чтобы дети понимали, что они отдают свое свободное время. Это их хобби. У нас было правило, если ты не хочешь, если тебе не интересно, тебя здесь никто не держит никогда в жизни. Поэтому все ходили только по собственному желанию. Виктор Сергеевич всегда был самым настоящим педагогом по выработке профессиональных качеств артиста, музыканта. Он из всех из нас делал музыкантов. Не просто певцов, не просто стоящих столбов, а именно музыкантов, которые могут в любой момент встать и спеть. Он был примером в этом. Вот замечаете, что получается. Как только вы начинаете играть рояль, я хочу, чтобы каждый из вас определенно совершенно и четко слышал все. И знаете, даже так скажу. Если вы почувствуете, что вы сделали немножко ароматней, ароматней, значит, лучше вдруг спели. Вот вы сами почувствуете. Смотрите. Ля-соль-фа-миро. Последнюю нотку, допустим. А на рояле Тамара Валентин сыграла. Ля-соль-фа-миро. И как бы смахнула эту последнюю нотку. Значит, вы достигли того, чего я просил. О чем просил. Значит, вы слушали. Вы слушали. А сейчас я покажу. Знаете, что слышу? Харместеры, когда подбирали ноты для предстоящей репетиции, вот они собирались заранее, да, и из шкафов доставали партитуры, там, тиражи для всего хора, чтобы детям раздавать. И это, и это, а еще достаньте то, и вот это. А нам сегодня надо выучить. Вот новую принесли из редакции, надо будет там завтра записать. И набиралось там, я не знаю, какое-то количество там этих нот. Все думали, господи, да ладно, неужели за два часа можно? А потом, и чем ближе к концу репетиции, тем все быстрее, 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 быстрее. И все успевали. Вы так, свою мелодию поете. Не нужно, не нужно. Вы должны этот подголосок петь так, чтобы все время слышать. А что играет Тамара Унительна? Ясно? Он всегда очень театрально представлял свое впечатление о том, как звучит хор. Если ему не нравилось, он просто подставлял к уху палец и вот так вот показывал, что это что-то не то происходит. Мы тут же как-то реагировали. И иногда просто бросал очки на фортепиано. И говорил, боже мой, что происходит, как вы поете. И ругался. Задело же. Обычно задело. Да. И мы все понимали, что это задело. Понятно, там занятие длинное, иногда там на полутора часах. В любом случае начинаешь уставать. И все начинают там где-то болтать. Он там с одной партией занимается, а мы, условно говоря, там в альтах сидим. А мы сидели в альтах. И пока нас это дело не касалось, мы там из этих партитур крутили подзорные трубы, там еще что-то. Я вот так тоже что-то крутил. А Виктор Сергеевич увидел, что я там какую-то подзорную трубу. Он подходит и взял как газ мимо в голове. Я говорю, о, все, понял. Это не воспринималось ни как какое-то унижение, ни какое-то оскорбление. Это все было мотивировано тем, что если ты сюда пришел, то должен заниматься тем. И не как ты это себе представляешь, а как это должно быть. Я не знаю ни одного человека, который на него был бы обижен. Вот ни одного. Знаете, потому что такие доставались эпитеты иногда на репетициях. И люди хохотали, и кому-то было ужасно неприятно. Кто-то краснел и бледнел. Но это всегда было, во-первых, заслуженно. А во-вторых, это все равно было всегда с любовью. Уникальный человек. Это, ну, человек любви, понимаете. Там вот даже он, когда строгим был, вот его строгость была наполнена любовью. И спасибо и Виктору Сергеевичу, и нашим хормейстерам великим, которые нам позволяли оставаться пацанами. Потому что мы приходили в хор, потом мы ехали к кому-нибудь домой, брали клюшки, играли в хоккей, или мяч гоняли, на великах катались. Да, нас ругали за что-то, да, мы били мячами люстры в школах. Футбольная песенка, стихи Льва Ашанина. Солисты Олег Касьянов и Дима Голов. А мы любили там в мячик поиграть, еще что-то. И помним на Смоленской там люстра висела в прихожей. Попался мне этот мяч, я как-то люстр разбился. Было сразу сдать форму, вы никуда не поедете. Все слова на С, кроме литературных. Мы понурые, все такие вот практически и плакали. Да, плакали, плакали. Потому что он же жестким умел очень быть, у него взгляд какой был, это же просто красавец. Вот, и все, и мы приходим домой и говорим, все, вот форму сдавайте, мама, папа. Неси де форму. Вот, но потом нам перезванивал всегда кто-нибудь. Благодаря этому хору и его принадлежности к средствам массовой информации, к радио, к телевизору, появился новый, абсолютно новый пласт детской песенности. Ведь по большому счету он всех композиторов, Шаинского, Чичкова, Хромуша, он, не знаю, Пахмутов, он всех заставил писать для детского хора, потому что все это выходило в эфир. То есть это уже однозначно не в стол, а в Советский Союз. Пескоп, слова Синявского, пробуждальная песенка. По ресничкам бегают солнечные зайчики, просыпайтесь, девочки, просыпайтесь, мальчики. Катя и Наташа, Петя и Сережа, и кастрюльки с манной кашей, и просыпайтесь тоже. И кастрюльки с манной кашей, просыпайтесь тоже. В 73-м году меня привел Николай Песков, композитор, туда с первой песенкой, которую детская, которую я в жизни написал. И вот с этой песенки почему-то сразу мы сблизились и сложились приятельские отношения, которые продолжались много-много лет. Начиналась работа в любом случае в детской редакции на седьмом этаже, на Качалово. В редакции, в музыкальном отделе был художественный совет, редакционный совет. Все это утверждалось, проходило через этот совет, там были композиторы известные, смотрел литературный редактор, музыкальный редактор, заведующий отделом и так далее, и так далее, по цепочке. И они выбирали из этого произведения, и потом они давали нашему хору и говорили, что там в этом месяце надо записать то-то, то-то, маленькие должны записать это, среднее это, это, и мы записывали. Около трех тысяч фондовых записей созданы, представляете, какое количество? Это колоссальное количество. И все это делалось, с одной стороны, на скорую руку, с другой стороны, очень быстро и невероятно профессионально. Популярность получалась такая, что утром пионерская «Зорька» наш хор уже поет, потом в 10 утра передачи для каких-то там малышей наши уже поют, потом днем, часа в 4, тоже какая-то детская передача и дети наши поют. Каждый день все слышали. Все песни года, они без детского хора не обходились никогда. Будь то или полностью группа, будь то или три солиста, которые с одной песней были, это не имело значения, но детский хор всегда был, потому что он был хор в госпитале радио СССР. Когда были вот эти вот концерты, или в колонном зале, или там в Останкино, или еще, и наши звезды там, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, там вышел, например, Дима Викторов петь, и говорит, ну это, говорит, сын Кобзона, это вот как Кобзон, вот он похож, выходит Голов, и говорит, ну это Голов, это вот Лев Лещенко, Лев Лещенко. А на меня смотрит, а этот, этот, а этот, говорит, палат бель-бель-оглы. Я даже помню, был какой-то концерт во дворце съездов, и был перерыв, там был Вейнторг напротив. И там как раз в то время телевизоры там продавали, какие цветные вышли новые. Вот, и мы просто так ходим, ходим, и вдруг среди телевизоров какая-то идет передача, и я там стою с Головом, и мы поем. Мы стоим и смотрим в эти телевизоры, а вокруг нас образуется толпа народа, которые смотрят в эти телевизоры и на нас. Это же они, это же они. То есть, и мы понимали, что как бы со стороны это выглядит, ну очень как бы презентабельно, звезды такие маленькие. Вот, а на самом деле в школе, во дворе бегали, прыгали, учились, никто не обращал на это внимания. То есть, таких вот звездных мыслей абсолютно не было. Абсолютно не было, да. Попробовали бы мы позвистить. Да, да. Сейчас дети, если они приходят в какие-то коллективы, они приходят за тем, чтобы стать солистом, а потом стать, извините, звездой. А Попов, у него единый был организм. Тот же Сережа Парамонов, который часто солировал, он с таким же удовольствием пел, стоя в рядах хора. Я играю на гармошке у прохожих на виду. Сережка Парамонов. В принципе-то у мальчика никакого особого голоса нет. У него просто мальчишечное человеческое баяние. Вик Сергеевич как почувствовал, что вот эта песня, которая могла бы остаться на века у Шаринского песенка из мультфильма, никто бы ее не вспомнил. Вот так ее обработал и так нашел, что вот эту песню Сережкина. Понимаете? Вот хор занимается, Вик Сергеевич занимается хором. Потом говорит Димке, ну-ка встань, попробуй. Да. Да? Вот, он пробует. Говорит, а вот надо на нее обратить внимание. Потом опять занимается хором. А ты, ну-ка встань, попробуй, пробует, и все. Приходишь на занятия, он приносит какую-то новую песню. И он уже заранее знает, кто будет исполнять. Он же знает практически голоса всех, всех нас знал. Лучше, да, кто лучше. Абсолютно, абсолютно. Он так вот просто. Он знал, это песня ему подходит, это ей. Да, даже не то, что подходит, он просто, значит, так, иди ты. Иди сюда, да. Очень многие воспринимают большой детский хор, а это который пионерские песни поют. Там прекрасное далеко, крылатые качели. Конечно, они их поют, безусловно, всегда поют. То есть не знать крылатые качели или прекрасное далеко в большом детском хоре нельзя. Да, его знают от самых подготовишек до старшей группы. Но старшая группа и средняя группа – это уже очень серьезный материал. То есть дети поют и духовную музыку, дети поют классическую музыку, дети погружаются в очень серьезную музыку. Вик Сергеевич понимал, что если серьезную музыку не петь, то уровень повышать невозможно. И поэтому с самого начала, даже когда еще маленькие дети, уже он старался, чтобы чего-то Баха пели, Чайковского пели, Рахманинова пели. Он всегда находил какие-то совершенно очень убедительные аргументы и доходчивые слова. Они были, конечно, разными, но так же, как надо, можно было заставить нас, пацанов, объяснить нам что-то, чтобы мы правильно относились к русской духовной музыке. Прежде чем мы начинали изучать какое-либо произведение, он мог полчаса репетиции потратить на то, чтобы рассказать нам смысл легенды или смысл какого-то духовного произведения, почему это произведение написано, о чем оно говорит. То есть мы погружались не просто в музыкальный материал, а мы погружались в какую-то более глубокую историю. Бывало такое, что произведение очень сложное, вот прям вот, ну, тяжелое. И именно репетиционный процесс мог проходить достаточно тяжело. Но в конце, в финале, когда мы все понимали, ради чего это, собственно, делалось, это всегда было большое удовлетворение. То есть это всегда была вершина, которую мы достигли, и нам говорили, ребята, вы сделали невозможное. Обычно мы в год делали четыре отчетных концерта, да? Каждый отчетный концерт был посвящен или какому-нибудь композитору, или народным песням, и в соответствии от того, какие задачи он ставил, значит, подбирали произведение. Опять, конечно, главное было Виктор Сергеевичу слово, и главное, он находил все это, перекладывал для детского хора. Отчетный концерт хора Попова – это был феерический праздник. У них же масса поклонников было. Поклонники были не только там родители и родственники, а были самые простые люди, которые восторгались тем, как пели дети, потому что этим детям тогда открывали мир искусства, открывали дорогу в мир искусства. 70-е, 80-е годы – это и колоссальная популярность в стране, поэтому они же ведь весь Советский Союз объездили. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Болгары, Чехи, ну, вот мы один из сильнейших. Сюда первые места занимали. Большой детский хор, поскольку он был очень высокого качества, исполнительского, благодаря талантам Виктора Сергеевича Попова, его приглашали на различные хоровые фестивали за границу. Начали с Болгарии, со стран социалистического лагеря, а потом уже они поехали в Бельгию, в Голландию, во Францию, по всему миру. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как только люди узнавали, что будет детский русский коллектив, залы всегда были полны и всегда на ура. Мы пели русскую программу, дети все слушали с удовольствием, всегда. Независимо от того, на каком языке. У нас, хотя Виктор Сергеевич всегда готовил программу, в какую страну мы ехали, там и пели на том языке. В Чехословакию была моя самая первая поездка за границу, мне как раз 12 лет. Вот как раз только пришла в хор. Татьяна Владимировна сказала, ну а кто кроме тебя будет вести концерт? Я говорю, ну кто-то еще должен вести. Я даже ни языка не знаю, ничего. И в результате я выучила этот язык, буквально, я не знаю, вечером она дала мне текст. А где-то днем, нет, ближе уже к вечеру, да, концерт когда был, я уже стала шпарить на чешском языке. Выступуя в элки детский сбор у въецки устры не телевизия, а розглазу умелецкий ведучий, заслуженный умелец Русской Федерации, Виктор Сергеевич Попов, концертный мастер Кира Алимасова. Идемы цесту Ленина, цесту Октобра. А уж Южная Америка, там испанские, португальские, разные. Брала кассету, мне дали задание выучить одну песню. Называлась она «Ла флор де ла канелла» – «Цветок корицы». После того, когда мы стали это петь, мы это исполняли по нескольку разу в концерте. То есть это какой-то был хит. Я не знала, что это настолько была известная песня по всей Южной Америке. Всегда ее попросили повторить «Цветок корицы». И они везде все это просто стоят. Вот она только, причем вот только кончилось это вступление, и только первая фраза, и все. И они уже встают, они уже рыдают, они уже аплодируют. Когда ездили на гастроли, мы всегда знали, что первое отделение – это про искусство, да? Это про большую, серьезную музыку. А тем более, что, например, если мы выезжали в Европу на гастроли, это всегда были костелы католические. И вы представляете себе, да, какая там акустика. И когда ты поешь в Нотр-Дам-де-Пари, или когда ты поешь в костеле в Кёльне, это надо ощущать на уровне тела. И потихоньку, вот благодаря большому детскому хору, возникал обмен музыкой. Культурный обмен, причем на самом простом, на самом таком важном, на детском уровне, когда ребенок это воспринимает просто потому, что он это воспринимает. Это просто показывало страну совершенно с другой стороны. Это же действительно было. Они не скрывали, что вот в Японии, когда они появились там в 80-м году, первый раз, действительно отношение было к русским, что вот они приедут все вот натурально в ушанках, в шубах, что они все поголовно, начиная с детей, пьют только водку и вообще ничего больше не едят. Ну, вот действительно, какие-то такие вот отношения, и оно очень сильно меняет понимание и отношение к стране. Это мощнейший инструмент, собственно говоря, вот этой мягкой силы и мягкой пропаганды. Это использовалось очень много, очень часто. Конечно, то, что они пели, то, что они гастролировали, это все здорово. Это, конечно, я думаю, что большинство из тех, кто прошел через эту школу, они выросли другими людьми, как сейчас принято говорить, креативными, творческими, вне зависимости от того, в какой сфере они работают. Я не очень много знаю вот выпускников Большого детского хора, которые потом все-таки стали заниматься музыкой профессионально. Потому что, ну, все-таки это другое, и это люди туда, и дети идут, наверное, все-таки совсем за другим. Хор – это вот прикосновение к этому, вот к этому искусству, это вот что всегда людей сплачивает и объединяет. Причем судьбы у детей же разные. Вот когда мы собираемся, у кого-то сложилось, у кого-то не сложилось, у кого семья нормальная, у кого нет семьи, тот какое-то образование получил, тот на них все в один голос, но скажите, что самое счастливое время в их жизни – это время, когда они пели в хоре. В Большом детском хоре все дороги открыты, ты поешь в прекрасном коллективе, и при этом ты можешь стать и инженером, и врачом-юристом, и музыкантом можешь стать. Но это не самое основное. Сверхзадачей мне видится – это была просветительская какая-то цель, и она сыграла такую колоссальную роль, что сейчас люди до сих пор, некоторые не знают, как правильно называется наш коллектив, или забывают, или сайт найти не могут. А хор с тем прежним названием под руководством Виктора Попова помнят абсолютно все. Каждое первое сентября он по себе напоминает. Людям уже интересно, кто это. Но из дверей окон каждой школы – чего у нас? Водыха. И ничего другого. Я думаю, еще долго никто не прийдет. Ни секунды сомнений у меня нет, что хор жив и будет жить. У меня ни секунды нет сомнений. Почему? Потому что интерес к хоровому пению у нас в стране никогда не исчезнет. Я прям вот искренне благодарен продолжателям дела Вик Сергеевича, которые заражают вот этих детей. Мне это дает такую очень правильную надежду на то, что все эти дети, они потом в жизни обретут очень важную такую культурную базу. Дело, которое Вик Сергеевич создал, оно не может умереть. Оно будет все время, потому что к нам приходят и дети наших воспитанников, и, думаю, будут внуки. И до тех пор, пока будут живы песни, память о Вик Сергеевиче живет в этих песнях и в хоре. И большой детский хор – это явление России. То, что создал Вик Сергеевич, это выходит за рамки. Он создал семью, которая вот спустя 50 лет живет вот этим коллективом. Пожалуйста, ну, еще раз. Раз, два. Раз. Вот поняли? Вот сейчас много было ничего. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok